Расследования нападений на общественников в Одессе затягиваются следствием, считают пострадавшие активисты. Около двух месяцев назад в Савиньоне был жестоко избит общественный деятель Владимир Букач. Сам пострадавший связывает эти события со смены руководства в порту Черноморска. Наносились удары кастетами безбольными битами в жизненно важные части тела, а именно кастетам в голову в висок. И трое наемных убийц убедились, когда Букач упал и потерял сознание, что, дескать, их умысел лишения жизни человека и журналиста якобы уже доведен до конца. Фотографии этих машин, а там даже лица видно. Я буду показывать, буду рассказывать. То, что произошло со мной, я оцениваю только связываясь с тем, со своей профессиональной деятельностью, потому что по моему заявлению, оцениваю на злочину, было возбуждено криминальное проведение, которое с четвертого месяца на сегодняшний день не сдвинулось ни на йоту. О недопустимости затягивания следствия заявили в Организациях защиты прав человека, Верховенского права и Центре социально-этнических исследований ЛАД. Только за этот год общее количество нападений на журналистов и активистов увеличилось в разы. Очередным пострадавшим стал Святослав Агринчук. 30 сентября на встрече с Акашвили с его сторонниками на меня было совершено нападение, такое насильное препятствование моей профессиональной журналистской деятельности. Я пришел со своей племянницей, которая здесь у меня присутствует, как человек незрячий, чтобы задать Михаилу Сакашвили несколько вопросов. Мне не дали такой возможности, люди набросились на меня, держали за руки и сзади наносили удары по голове, по затылку, область затылка и виска. Вот у меня подошло сотрясение мозга, наносились удары также по спине. Во время пресс-конференции в Одесском отделении Союза журналистов общественники обратились к руководству областной полиции и прокуратуры с требованием предоставить результаты расследования в течение двух недель. Вопрос настолько серьезен, что нам, видимо, перед высшей властью надо будет ставить вопрос о соответствии с занимаемым должностям к работникам и обеспечении надлежащего руководства порученным участкой государственной службы в правоохранительных органах, в полиции, в прокуратуре и так далее. Потому что оперативный состав, как нам известно, находится на крайне низком профессиональном уровне и уже за два с лишним месяца можно было бы запросить помощь центрального аппарата МВД с тем, чтобы это вопиющее преступление было бы раскрыто.